26 февраля 2023 года маленький повар что это у тебя мармеладки из чего они из агара яблочко и винограда вот они там яблочки вот это у меня вообще машинка получился мармеладик вот это видите как вкусно да у меня тут такое необычная фрумочка тебе нравится готовить до вот красота получилась вкусно гремит прощенным воскресенье завтра уже пост у нас сегодня прям весна-весна потеплело в улице 11 градусов конечно через пару дней опять будет пять днем не сегодня прямо очень хорошо прям весна-весна весна-весна только на мой день рождения дождик как раз морозил мы идем как обычно в кафе здорового питания поглядим что там хорошего смотрите движение идет люди ходят ездят периодически от нас очень громко на набережной открылась аптека работает с 8 и до 7 вечера вот очень удобно потому что нам с набережной приходилось наверх подыматься вот и теперь есть аптека здесь рядом я думаю все оценят на дороге конечно у нас очень удобно ходить алекс дай я пройду на ступень такие контрасты где-то что-то открывается где-то все вот таком состоянии в разрушенном дырки с обратной стороны ближе к дороге там плакатами закрыли это здание такой был огромный магазин алекс ты куда опять гремит аккуратно наши дворы советские не совсем не рассчитаны то что будут стоять вот так вот машин посмотрите видите тут до первого подъезда еще ну по-хорошему там ну если нужно будет скорая или пожарная чтобы тушить мало ли что вы можете учить здесь там здесь да вот здание вот машины стоят никто не не проедет у нас это еще вот здесь вот как-то более-менее ближе к нашему дому там вообще очень узко я не знаю чем люди думают конечно хорошо поставить машину там под свое окно будешь наблюдать его за свои машины но реально когда вот ну ставят так что не проехать не не скорой ничему странные люди алекс все живет что же ешь пастилу пастилу женщина из харцизка делает пастилу из своих фруктов как она сказала и ягод этого алекса клубничной еще из грушевая мы тоже кафе здорово вот видите машин стоит у нас да вот если как бы проехать не у нас можно конечно проехать но машинки стоят очень очень тесно вкусно это хорошо я не замечал что тут даже газовые трубы газовые трубы да у нас там весна у нас тут вот сиреньки уже хочу подъехать тут никак нельзя название вон машина тоже стоит как бы большая машина уже не проедет вот так так и живем даже нет ну вот у нас домофоны просили отключить вот видите они работают двери подпирают но не всегда вот а еще есть такое что некоторые подъезды вроде лишние люди заходят ну типа ну как сказал пушилин типа лучше бомжи там да чем под обстрел попасть ну поглядим все там дальше пока так же затихло у нас пошли уроки учить на надеюсь ночь будет тихая и наше российское правительство бодро отчиталось что с 1 марта новых территориях на республиках и в областях российской федерации будут выплачиваться все социальные услуги пакеты которые есть в россии как обстоят дела на самом деле те кто уже имел паспорт российской федерации кто имел снилс кто был зарегистрирован на госуслугах или кто успел это все делать как-то раньше те да те подали заявку те подали документы и некоторые уже давно например получают российскую пенсию вот так как у меня тоже были документы я подала и на единое пособие мне его назначили а вот с остальными которые не торопились делать паспорт времени не было сейчас конечно побольше стал список отделений там где принимают документы на российский паспорт но по факту там очередь с 5 утра с 5 утра занимают люди очередь но не факт что ты попадешь в этот день вообще не факт то есть люди стоят просто в очередях эти какие-то бумажки пишут перепишут ругаются попасть невозможно чтобы оформить до сказали что паспорт будет здесь не оформляться но из всех кого я знаю они решили что будут ждать покуда вот это вот вся очередь пройдет которые которым сказали срочно сделать потому что на работе обязали вот по факту попасть невозможно даже получить снилс подать вот эту вот бумажку одну единственную в очереди ты можешь простоять целый день я потратила на то что подать документы на единое пособие на ребенка я потратил в очереди два часа пенсионный фонд тогда с сфера но с пенсионным фондом там в одном здании сейчас ну бывший пенсионный фонд все же теперь все вместе вот я как раз ехала из родительского дома я приехала в 7 часов утра вот семи два часа просто стоял чтобы попасть чтобы мне отсканировали документ и по факту я провела там два часа даже больше чем два часа даже три часа я провела документы отсканировали но в итоге мне пишет сотрудник на почту пришлите мне пожалуйста документы а зачем я там провела три часа это вообще неизвестно ну вот я по второму кругу отправляла документы и ожидала мне тоже интересует вот пенсии да вот самые бойкие бабушки они все все устроит они все сделают исходят ну например есть такие которые раз в месяц уходят за пенсии которых не то что российского паспорта у них и дейнеровского тоже нет потому что они не подавали украинские только есть вот что делать им ну типа решат ну да ладно не оформят так не оформят ну сказали что типа заявлению обязательно нужно подать до февраля 2024 года то есть кто-то уже будет получать выплаты социальные пенсию российские до февраля 2024 года а кто-то нет ну и как бы сравнить например выплата в днр на ребенка например как матери-одиночки 1800 рублей в месяц вот это вот единое пособие которое назначается у нас назначается по прожиточному минимуму на ребенка ну соответственно возраста на алекса этому 8 будет скоро это 10 с какими-то там копейками не помню 10 чем-то вот ну соответственно назначает либо сто процентов либо пятьдесят процентов либо двадцать пять процентов зависимости от дохода того кто подала заявление вот ну то есть не сравнить до тысяча восемьсот и десять тысяч и причем что вот эти выплаты которые уже заложены в бюджет которые в республике они будут выплачиваться то есть они никуда не денутся ну так вот так у нас позаботиться у нас бабушка моя соседка я к ней пришла принесла вот распечатала там две бумажки эти анкету чтобы подать на снился объяснила ей что это такое зачем ей это надо но ну человек не понимает потому что в украине был и нн просто идентификационный номер который для всего был в россии и нн это одно а снился это другое пока и объяснила это потом пока на этом заполнил этой бумажке потом надо же и поехать в очереди стоять тяжело а в очереди долго придется стоять потому что там пробиваются просто локтями а насчет паспорта вообще не знаю вряд ли она поедет потому что у нас как бы не не совсем близко это надо ехать на трамвае что ты пешком потом эти немножко чтобы прийти в эту миграционную службу забота просто на высшем уровне и я понимаю что вот такая бабушка и дедушка они не одни такие таких достаточно много а плюс еще нужно кроме этого кроме документов на снился на паспорт нужно еще оформить карту псб потому что именно на псб будут выплачивать российские социальные пособия пенсии о том что там творится в банке я уже вообще молчу я просто иногда подходила банкомату снять деньги там где псб и там просто стоит вот тамбуре ну обычно не меньше десяти человек причем это время уже ну обеденный до перерыве попадая обычно и люди стоят и ждут чтобы попасть кто-то заказать кто-то забрать мои родственники вот я посоветовала сделать так что нужно заказать на сайте эту карту потому что выдают сейчас моментальные карты они не именные а на сайте можно заказать именную и там указать что на свою карту вы будете забирать том отделении которое к вам ближе вот и мои родные тоже так сделали они заказали но там такие очереди чтобы попасть невозможно просто просто в банк зайти невозможно чтобы забрать свою карточку просто забрать вот там две две росписи поставить что ты я её взял там в журнале и там где-то на документах, и всё. Вот такой беспредел у нас творится. Я вот думаю, наверное, всё-таки хорошо, что я тогда потратила деньги, когда ещё паспорта эти выдавали, и нужно было платить госпошлину, причём немалую госпошлину я тогда заплатила. Но чем я руководствовалась? Мне нужен был паспорт на всякий случай, для того, чтобы можно было ребёнка вывезти, чтобы ему оказывалась медицинская помощь. Я оформляла паспорта именно для этого, чтобы ребёнок был гражданином, и чтобы не было так, как мы жили в Подмосковье почти три года, на птичьих правах, когда кроме как по скорой нельзя было обратиться к врачу. И я считаю, что в некотором случае время было упущено, потому что у Алекса медицинские наблюдения от нуля до трёх месяцев, и потом такой пробил, и потом с трёх лет. То есть вот эта вот часть от нуля до трёх, она вообще выпала, рос как трава. Ну, наверное, всё-таки хорошо, да, что я тогда потратила деньги, заплатила их, и что мне сейчас не приходится стоять в этих очередях. Ну, это просто кошмар. Я вам передать не могу. Люди рассказывают, что там даже дерутся в очередях. Вот уже казалось бы, ну, такие ситуации, вот так опасно всё. Да. Сейчас ещё вообще, теперь у нас два отделения миграционной службы, они ставят штамп местной регистрации в ДНР. Если раньше, чтобы штамп этот поставить, нужно было на Большую землю выехать, то сейчас есть два отделения, которых можно поставить штамп. Это два отделения в Будённовском и в Кировском районе. Не самые близкие, например, от центра отделения. И там тоже, ну, типа, запишитесь, электронная очередь. Где эту электронную очередь взять? Я обыскала весь сайт. Звонить туда, это нужно потратить, ну, полчаса своего времени, минимум, чтобы дозвониться и задать вопрос в миграционную службу. Просто так поехать не получится, потому что приём только по талонам, которые либо ты там возьмёшь, я так понимаю, либо вот электронная очередь. Раньше была электронная очередь на подачу документов, на паспорт ДНР и на российский паспорт. Вот именно электронная очередь работала, но это было давно. Это уже четыре года назад. А вот как сейчас оно, потому что сначала она была электронной очереди, потом её убрали. Как сейчас это, я даже туда не хочу соваться, честно. Нет, у меня не стоит этот штамп регистрации в российском паспорте. Ну, ладно, я подожду, может, всё-таки в нашем районе потом можно будет это сделать. Но пока выезжать я не собиралась, ну, хотя бы очень надо выехать, чтобы разобраться со Сбером. Ну, вот, пока так. Не разбериха страшная просто. Хорошо, сейчас на улице хоть тихо. Хотя, сегодня обстреливали, ну, опять Петровский район, и под обстрелом сегодня был Кировский район. Но это не просто обстрел. С дрона сбросили опять какой-то, ну, я скажу, образно гранату. И сегодня пострадали мужчина и женщина. И это уже не первый случай, когда люди там где-то возле своего дома, ну, это обычно частный сектор, чего-то делают, копаются, и просто какой-то взрывоопасный предмет на них сбрасывают. До этого уже было мужчина пострадал, а сегодня мужчина и женщина. Вот так.